чё шумим чё тебе покоя нету вы знаете зашёл вот к вам кафе так приятно во всем городе столько народа везде биток не втиснуть свое тело а у вас тишина у нас тишина никого никого вообще никого не так всегда чё заблудился чё ли вот мы любим тишину и будем у вас всегда мы же спортсмены бобслисты а скажите пожалуйста можно у вас меню почитать а сейчас тут что библиотека вы такая своеобразная ладно скажите мог бы я что-нибудь у вас перекусить ну так перекуси салфеткой беги отсюда а вы шутиться а чё сразу за десерт хватаем а ну то чё скажите пожалуйста что у вас есть холодненького да у нас много чего холодненького есть супчик холодненький котлетки картошка холодная всё холодное ну ладно а горячее что горячая газ вода лимонад пиво можно мне кофе скажите куда я знаю можно тебе кофе или нельзя я шо доктор что ли ну в конце концов ну огласите весь список что у вас есть что у вас есть по есть мы по намекаю стою намекаю говорю может вам меню почитать или сами уйдёте нет вы знаете сам я не уйду раз пришёл никого нет понимаешь что мы вам поможем наши-то спортновые у нас коктейльчики сегодня хорошие у нас и готовенького хорошая штука проверяли узнаете что ни один не ушел не думай помоешь за тоже три недели больничного гарантируем вот из рыбного крабовые палочки не резаные вот и все метр двадцать на два сорок самовывоз из подвала ладно скажите есть спецпредложение от шеф-повара русалочка в собственном соку а поподробнее вот с этого места русалочка светлана степановна сорок седьмого года рождения я люблю свежие продукты вообще вот и поэтому я хотел бы ишь ты какой балованный всем нравится ему нет ишь ты какой балованный поймите мы боксилисты мы мы любим все свежее ну и сливай отсюда как и давно напоминаю куда пошёл-то рупыга оплатить кто будет я не понял а что тут непонятного за что платить за то что живым уходишь вы знаете вот за это пожалуй можно дать денежку небольшую правду ну дать возьмите спасибо а на чай я убью эту бабушку возьму я убью эту бабу я тебе сказал лучше я сказал да 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 пожалуйста проходите здравствуйте здравствуйте я слышу я слышу у меня вы у нас кто я это егэ пришел завать по пению что-то я вас не помню я крутько крутько я крутько мы вчера с вашим папой с нашим трудовиком обсуждали ваш сегодняшний экзамен за рюмочка чай за чашечкой ну в общем за двумя литрами и самоваром обсудили все как могли значит чем могу помогу присаживайтесь хотя я конечно вы знаете я абсолютно у вас не уверен потому что я вас ни разу себя не я ходил даромидон даромидон то есть я честное слово ходил я просто сидел неудачно я сидел я где сидел только за гитарой за какой гитарой того же за вашей спиной гитара а не чушь это контрабаса уже крутько присаживайтесь значит вопросы такие если ответите хотя бы на один значит сразу зачет что объединяет жака аффенбаха фернс олигарра и мрэ кальмана фредерика лоу и франца зубка это первый вопрос и второй значит как семиступенный звукоряд образовавшийся в результате слияния двух однородных петрохорда влияет на основной гептохорд и в чем их разница и есть ли вообще отличие все вы здесь крутько валите меня даромидон даромидон то есть обматерили меня плохое сделал я готовился даромидон даромидон то есть такое посещение я вас бы завалил еще до того как вы вошли по поскольку я обещал вашему папе нашему трудовику олегу олегович у которого кстати зовут два нуля я понял что вы тоже 0 значит смотрите начнем с легких вопросов где сидит оркестр а оркестровая яма б буфет а вы скамейка запасных и где следственный изолятор для вас уже просто вопрос чего себе легкие вопросы чё вы меня валите с первого вопроса вопрос-то с подвохом тут нет правильного ответа как это нет правильного ответа не ёржайте отвечайте оркестровая яма нормально откуда у вас такие сведения в жизни все по-другому знаете у меня у друга батя в оркестре играет так так вам как каждый день юри ты рид со всем своим оркестром давно уже сидишь в полной достаточно понял глубину ваших знаний облегчаем вопрос значит кто из вышеперечисленных композиторов является великим английским а бетховен значит б штраус в уэбер и г лепс вопросы для вас давайте рассуждать логически даромидон даромидон давайте а бетховен отпадает потому что это собака б штраус это птица тут ёжику понятно либо либо г г г это лепс стоп так это жон пел я уеду жить в лондон ответ г значит уехал братуха молодец я должен себя провалидонить если бы не ваш папа два нуля так давайте упрощаем вопросы значит простой вопрос между чем и чем находится но то соль крутько не тяните резину крутько паузы в музыке не везде уместны между перцем и салфетками соль находится это все знают бен что опять мимо даромидон даромидон я провалидолю себя еще раз даромидон даромидон уж я готовился блин чё вы меня валите вопросы сложные задаете я ж вас еще не выгнал я ж обещал вашему папе два нуля что все ваши три нуля будут в порядке он и вы у нас между все что такое ногтюрн варианты ответа для вас ночная серенада значит крем для ног или шапка для банки на ног чёрн проверочное слово нога так крем для ног чё ли блин для рук чё ли за тело даромидон даромидон тыщи я себя провалидолю без объявления держим удар керпи спросите еще чего-нибудь даромидон даромидон тыщи я просто волнуюсь понимаете кстати я не хотел конечно сейчас этого говорить но и не надо передавать но вы с папой не зря он трудовик значит так я вам честно скажу не надо ничего здесь говорить набор вопросов пошел что такое минуэт давайте крутко не тяните минуэт минуэт крутко минуэт позов камасутре если я себя еще провалидолю у меня начнутся рези в мозгах от вас начнутся рези значит что такое песня гондольера я вообще не спрашиваю а чё это тут как раз все понятно понятно потому и не спрашиваю как вопрос легкий так блин не задает мне надо походить немножко значит последний вопрос ну значит легче не бывает значит уже крутко внимание здесь в этом вопросе я уже заложил для вас ответ понимаете я вашему папе обещал иначе если вы не зайдите мне придется возвращать два литра чая она мне надо значит крутко внимание вы здесь это вы затихли изготавливал скрипки страдивари будьте внимательны здесь же и ответ то изготавливал скрипки страдивари уж не вы ли я себя провалидолю на всяких случаях кстати вставляет вы же со страдивари не закончили кто скрипки страдивари изготавливал есть варианты ответов даромедон 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 для вас есть либо сам страдивари либо китайский мастер шаривари либо воронежская мебельная фабрика не надо так ерзать у меня нервный тип начинается вы меня свои вопросы вообще в тупик загнали сядьте в этом тупике спокойно вы какие мысли приходят вот я уже вам подсказываю как могу какие мысли приходят вот кто изготавливал скрипки страдивари папа карла он с деревом работал он же с деревом работал я понял что олег олег олегович как раз и есть папа карла я думал что он дерево но не до такой степени такие ростки пустил задайте еще вопрос задали даромедон 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 валите меня сидите сколько педалей у рояля сколько в рояля педалей автомат или механика если автомат то три педали если механика тут 2 то есть наоборот механика 3 автомат 2 1 без педальный 4 педальник 5 педальник я доем оставшиеся что последний вопрос даже не попадаю и сам если сейчас практически исполните то что я вас попросу то экзамен будет зачтен значит исполните любой отрывок крутько из любимой оперы российской императрицы екатерины 2 гуляй гуляй шальная императрица все гуляйте отсюда а я сяду в кабриолет вы сядете только попозже и не кабриолет ах какая женщина не надо здесь уже весь репертуар не надо все о боже какой мужчина все завалило а у нас между прочим праздник сегодня в семье не за что батя олег олегович и я олег мы создали частный бизнес о-о-о три нуля сейчас алло батя да завалил он меня все вопросами я же говорил а ты говорил друг друг извините на чай тебя позвал сказал тут ящика мало будет все не знаю батя короче пропал экзамен все извините а может я зря его завалил потому что у нас же все такие хеаллоу пиппл Хай, юрмала! Что приятно, что меня все поняли с полуслова. Ну, потому что я не разводил вот эту телегу. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья и подруги, подруги друзей. Хай, пипл! Все все поняли. Блин, ну мы на одной волне с вами, современные люди. 21-й век на улице, гляньте, век высоких скоростей. Живем быстро, говорим сокращенно. Только мои родители понять не могут. Ну, неужели сложно запомнить, что день рождения на нашем языке это днюха? Компьютер-комп, мобильный телефон-мобила, клавиатура-клава. Сиди-проигрыватель-сидюк. А персональный компьютер-писюк. Я серьезно говорю, по первым двум английским буквам писти. Так я из-за этого чуть сиротой не стал раньше срока. Ну, у меня на днях днюха была. Ну, день рождения, ну вы поняли, да? Ты ко мне батя подходит и говорит, сын, что тебе на день рождения подарить? Мы с мамой голову сломали, но хотим такой подарок сделать, чтобы понравился на все сто. Я говорю, что тут думать? Все очевидно. Хочу новый писюк. Он так глаза выпучил, говорит, не понял, сына. А со старым что? Я говорю, нормально, все очевидно. Старый, говорю, накрылся. Я смотрю, он так бледнеть начал, говорит, так рано. Я говорю, что значит рано? Он не мог не накрыться. Говорю, ты подумай, сколько ему лет? Да батя, знаете, что ответил? Говорит, все очевидно, столько же сколько тебе. Я говорю, нормально. Ну, это у меня с юмором. Не, вы мне же его с мамой на день рождения подарили. А это когда, говорю, Белла? Что в прошлом веке. Я же с ним сутками не расставался. Бывало, проснулся с утра, клаву в руки и пошла работа. Он говорит, а, значит, когда-то все было нормально. Говорю, естественно. Говорит, а что случилось потом? Я говорю, то, что и должно было произойти. В рабочем состоянии он стал перегреваться. А потом он стал тормозить. Потерял скорость. Потом стал зависать время от времени. А сейчас, говорю, вообще висит постоянно. Смотрю, батя, аж очки запотели. Я говорю, батя, ты что думаешь, что я лох? Я как только стал понимать, что начались проблемы, я сразу метнулся к специалистам по писюкам. Это не просто там какие-то юзеры. Это реальная профессура. Понимаешь? Я говорю, хлопцы, гляньте аппарат. Можно ли реанимировать? Ну там желательно объем увеличить. Чтоб подольше прослужим. Приговор был однозначный. Только брать новый писюк. Батя же, говорю, он уж побелел весь. Я думаю, он, наверное, там считает что-то, прикидывает, что новый аппарат стоит-то дорого. Я говорю, батя, ты пойми главную вещь. Я без него как без рук. Ой, он подошел ко мне, говорит, сын, а как я тебя понимаю? Ну это ж какие деньги нужны? Я говорю, батя, с покухом. Сейчас, говорю, акция проходит. Сдаешь старый, новый берешь со скидкой. Я говорю, правда, не знаю, возьмут ли мой. Потому что у меня, вот кому сказать стыдно? Одноядерный. Я смотрю, после этих слов у бати Челюсть на полотвисло. Я говорю, батя, батя, батя. Я говорю, спокуха, не парься. Если его не возьмут, я сеструхе подарю на день рождения. Смотрю, еще пару секунд, и батя, реанимацию надо будет вызывать. Я говорю, ну хочешь, я тебе отдам. Будешь на него цветок ставить. Или белье сушить. Он говорит, сын, не переживай. Мы с мамкой тебя в беде не оставим. Если надо будет, и хату продадим. И корову на убой зададим. Но будешь ты с нормальным рабочим письюком. Мы же еще твоих детей хотим на руках понянчить. Тут у меня крышу сорвало. Я завис, как виндоус, блин, полный вообще. Я говорю, батя, что-то я не понял про детей. Он говорит, как, сынок, для того, чтобы на свет появились дети, нужен хороший, работающий. Я говорю, батя, ты что, динозавр, письюк на нашем языке. Персональный компьютер. Вот и все, что мне для счастья надо. И тут батя заявляет. Мало. Я говорю, что, били мы тебя у девушки мало. Граждане, если есть в зале продвинутые юзеры, я прошу вас срочно выпустите в брошюру словарь современных молодежных терминалов для чайников, для родителей. А то не то, как я. Попадете в такую же историю. Не дай бог. Вот не дай бог. Спасибо. Елена Воробей. Здравствуйте, Юрмова. Добрый вечер, мои дорогие фанаты. Ох, я сегодня хочу с удовольствием. Я вообще всегда хочу с удовольствием. Сегодня хочу с особым удовольствием. Хочу... Нет, не спеть. Хочу поделиться своей радостью. Меня вчера на фабрику отобрали. Ой, блин, сегодня все тело болит. Меня же целый день отбирали. Вначале один отобрал. Потом второй. Потом вдвоем. Потом как повалил народ. Мать моя. Я вообще забыла, куда меня отбирали. Скажет кто-нибудь, что это за шарашкина контора. Куда меня... Вчера вот целый день всех ему не попадя. Чего я здесь стою перед фанатами, как лохушка? Как лошарик. Как лохмёвское чудовище. На фабрику звезд. Порвите меня аплодисментами. Рвите. Нормально. Я думала, в кризис все фабрики остановились. Наша ничего коптит. Знаете, ведь нас, звездей, на эту фабрику по всей стране, так сказать, отбираюсь. А вот как следует отобрали только меня. Знаете, до того, как я на этот неестественный отбор попала, я вообще много где работала. Я работала сиделкой. Стоялкой. Лизалкой. Пихалкой. Пихала на радио с сигналом точного времени. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я была заслушанная, пикалка, район она. До тех пор, пока меня к себе новый русский не отобрал. Я у него в джакузи пузыри пускала. Носом. А по выходным делала ему девятый вал левой ноздрёй. Не от этого тяга сильнее. Вот потом меня в Большой театр отобрали. Ох, кстати, в Большой меня долго отбирали. Ну так театр-то не маленький. Я помню, потом две недели на больничном сидела, вообще на работу выйти не могла. Я там сцена убирала. Вот она моя родимая, родимая. Подождите. Я помню, ой, однажды заменяла заболевшую Анастасию Волочкову. Крутила за неё ихнюю балетную фойту. Я как сейчас помню. В зале полно зрителёв. Сцена пустует. Я на сцену. Тридцать два раза аккуратно фуетнула. Завелась. Переслав лёгкий шрифтиз в кизолой форме. И как жахнуть, блин, в оркестровую яму. Хрёст. Хоть бы одна зараза сказала, что в зале дырка. А в ней полная яма гастарбайтеров. Почему-то с музыкальной филармонией. Где они эти дудки набрали. Я в филармонии в три секунды. Один от меня пытался отбираться. Ихний яла. Бригадир. В чёрном костюме. Вот с такой зубочисткой. Я думаю, ах ты гад. Пацаны там вкалывают. А ты зубах ковыряешь. Я и воинную палочку в семи местах сломала. У меня потом носки. Двадцать восемь проникающих ранений. Два в голову. Три в язык. Ну ничего, врачи заматались. Делали из меня сексопил. Номер два. Я до первого роста мне дотянула. Хотя мне хватает. Метр сорок в прыжке. С начёсом нормально. Кому надо, тот нагнётся. Ах, да то какие у меня ноги, гляньте. Одна длиннее другой. Растутки с зубов. Всё, что вы видите ниже рта, это ноги. Это колени. А что мне ещё в нашем шоу-пизыке надо? Иметь хорошие длинные ноги. Пару коленных чашечек. И уметь правильно этим сервизом управлять. Жаль, а что вы собрались-то? Попеть? Нет, петь я сегодня не буду. И завтра тоже. Оно вам надо. Я ж не в голове. С детства. Если бы я при таких коленях ещё и пела. Да меня тогда в Голливуд отобрали. Девочки, завтра с утра отбор в Голливуд. Извините. Целую всех. И сразу у меня билеты на самолёт куплены. Порвите меня аплодисментами. И ваша Эйя Нория. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующие гости. Елена Воробей. АПЛОДИСМЕНТЫ Алло. Здравствуйте, Эдуард Карлович. Да, узнала, конечно. Как вас не узнать? Вы мне по сто раз на один звоните. АПЛОДИСМЕНТЫ Эдуард Карлович, вы опять со своим вопросом. Да я всё понимаю. Ну, вы меня тоже поймите правильно, пожалуйста. У нас серьёзный издательский дом. Печатный издательский дом. Ну, рельсы-лейдельсы, шпалы-шпалы. Это же не баранчик, ну, правильно? Нет, баранчик, ну, у нас тоже есть, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Да не могу я напечатать. Да не можем. У нас миллионные тиражи, у нас серьёзные читатели, интеллигентные люди. Мы печатаем только маститых авторов. Да я понимаю, что это ваш племянник. Я понимаю, что сын вашей сестры. Ну, я же всё понимаю. Ну, а я-то тут при чём? Эдуард Карлович, я понимаю, что он хочет сброситься с балкона. Ну, подождите секундочку. Ну, остановите человека. А какой этаж? Первый? А, пускай прыгает. Да попрыгает, попрыгает и перестанет. Кенгуру, понимаешь, нашёлся. Эдуард Карлович. Ну, вы из меня просто верёвки вьёте. Ну, что я... Ну, хорошо. Исключительно из уважения к вам. И ваши тысячи долларов. Давайте, я его послушаю. Я вам обещаю, если там будет что-то путное, я напечатаю, да. Так, так как зовут, имя, фамилия. Так, сейчас записываю, да. Давайте. Семён Мордопёсов. Извините, пожалуйста. У меня просто сегодня игривое настроение. Я уже просто горю желанием с ним познакомиться. Пускай звонит, да. Уже за дверью? Тогда пускай стучит. Ничего себе. Семён Мордопёсов. Тук-тук. Да войдите, пожалуйста, войдите. Какая прелесть. Здравствуйте, Елена Ляковна у нас. Здравствуйте, уже хорошо. Смотрите, вы, Семён Мордопёсов? Я то, что вы сказали. Я говорю, у меня сегодня игривое настроение просто. Каких только псевдонимов и фамилий я не изучал. Но это оригинально, знаете. Настраивать на весёлый лад. Маленький вопрос. Как вам живётся с такой фамилией? Это же обалдеть можно просто. Так это не фамилия, это псевдоним. Фамилия-то у меня по паспорту не очень. Гнида. Вот вы знаете, особо тяжело в очередях, когда переклички там, знаете. Гнида в очереди есть. Есть. Кто? Я. Понимаете? А я бы не спрашивал. Тут, знаете, и так всё понятно. Извините, у меня сегодня игривое. Какое настроение совершенно. А фамилию, так сказать, родную не пытались поменять по паспорту? Да куда там? Отец обидится. У меня и отец гнида, и дед гнида, и прадед гнида. У нас родни одни гниды. Гнида на гниде. Ой, я не могу. Значит, папа у вас гнида, а мама, наверное, вошь. Извините. Игрим. А как вы узнали? Мама, правда, вошь Антонина Павлна. А не с папой из одной деревни большие гнездищи. Боюсь, что тут тысячи долларов маловато будет. Не понял. Ну ладно, мы с вами разворошили ваше, так сказать, в шеевое гнездо. Родовое поместье. Давайте приступим к литературной части вечера. Говорят, вы пописываете, да? Потому и пришел. Вы знаете, у нас такое специфическое издание для людей, кто путешествует о природе, так сказать. Есть у вас что-нибудь на эту тему? А как? Конечно, конечно. У меня много про природу, но есть жесткие про природу. Про медведя грызли. Не хотите? Когда охотники в лесу столкнулись грызли, штанишки как-то сами пообвесли. Я так понимаю... Не, я сам понял, жестковато. Может, помягче? Помягче. В лесу еще с кем-то столкновения были? В легкую. На пикнике все было весело и гриво. На муравейник кто-то вылил банку пива. Казалось, вроде шалость человека. У муравьев за ту неделю дискотека. Вот это ничего, знаете. Это с настроеницем как-то. Старались как могли. Я смотрю, как бы вы такой... Поэт-экстримал. Давно пописываете? Может, лучше про грибы? А давайте послушаем, пожалуй. Мне любопытно так же. Да. Называется «Загребай грибы грибищем». Нагребем мы грибов целый тазик. Нагруздим мы груздей две избы. За опять им опять весь уазик. Это важная тема грибы. Эта тема не хитрая вроде. Мы ее обсуждали в тайге. У Сереги грибы в огороде. А у Витьки грибок на ноге. А друзей у вас много? Тоже циклами пишете? Вам не нравится? Вы хотите знать как? Нет, ну мне... Я носил эти стихи, носил журнал «Грибает». Меня там их чуть с руками не оторвали. Да. Так вы сказали. Еще раз принесешь, руки я пообрываю. Вот это правильно, вы знаете. Как я их понимаю, жители? Это правильно, абсолютно. У нас приличные издательские думы. Понимаете или нет? Лилена Лякова Левна. Может сменим темку как-то? Лилена Лякова Левна. Может я про рыбалочку? Ну давайте попробуйте. Это модная тема нынче. Рыбалочка. Рыбак в России больше, чем рыбак. Об этом, знаете, всякое и всяк. Порой с рыбалки он такое привезет, что долго лечится, не курит и не пьет. Это автобиографичный? Я на всякий случай просто подальше немножечко встану. Вы знаете, что, между прочим, в стране ведется антиалкогольная и антитабачная кампания? Что вы мне приносите? Я борюсь с этой кампанией как могу. У меня есть на эту тему стих. Алкаш Валерка целый день может не пить. Не потому, что денег нет или простужен. На целый день на пьянку может он забить. Ведь его белке отдых тоже очень нужен. А что я вам хочу сказать? Что... Как вы говорите, ваша фамилия? Мордогнидов? Мордопесов. Мордопесов. Что-то вы знаете, стиль мне ваш знаком. Вот прям вот как будто напоминает что-то, вы понимаете? А вы давно пишете, я спрошу? Да давненько. Подождите. А Семен Гнитко, это случайно, не вы? Это я год назад, у меня был другой псевдоним. А Семен Педигулезов, не вы? Два года назад мы. А Гнитко Кобылин, не вы? Это я начинал с этого. Так это вы мне заспамили весь спам. А вы знаете, какие деньги я на вас потратила? Семен Мордогнидов. Мордопесов. Да ладно, давайте просто. Гнитко. Я потратила колоссальные деньги, заплатила сумасшедшие деньги просто нашим компьютерщикам, чтобы они разработали антивирусную программу антигнида. Вы очень сильно рискуете, придя ко мне в кабине. Вопросы есть? Можно я потихоньку уйду? Я хочу принять вас на работу. Да ладно. Курьером. Беготня за деньги. Смотря как бегать будете. Товарищ Мордопесов. Если быстро и сейчас, то даже приплачу. Дергай отсюда. Ну я понял, меня здесь не было. Кто там еще? Следующий, заходите. Ой. Ой, ну что вы так уж. Что вас крючило? Давайте побыстрее вот так. Ой. 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 Хорошая. Да, хорошо. Ну что вы так стесняетесь? Ну что вы? Ну что вы? Ну все, хорошо. Кем вы видите себя в театре? Кем вы видите себя в театре? Поступаете в театральный институт? Не надо сейчас ничего этого. Ну ладно. Ну что вы, что вы. Хорошенькая. Как фамилия? Как у нас фамилия? Как фамилия? Пузенького. А кем вы видите себя в театре? Героиня-любовница. Ну что мы говорим? Ну с героиней я не знаю, а вот с любовницей. Правда? Кримда. Тут все нормально. С любовницей все может быть. Ну-ка, немножко вперед прошлась. Ой. Ой. Ну я скажу уже, что практически третий тур сдала. Уже, знаешь, что? Третий тур сдала. Ну-ка, немножечко полегче сделаем, полегче. Ой, хорошо. И конкурс. Ты знаешь, ты практически поступила, я тебе скажу, знаешь. Практически ты поступила. Правда? Все-таки Кримда. А что это у нас тут все, что идет? Я готовилась. Все готовились. А что вы готовите? Я готовилась. Да все готовились. А что вы готовились? Что это? Пузикова, что это у нас? Я готовилась. Да все готовились. А что это такое у нас? Что это? Стук. Что это такое? Я готовилась. Да это же целый цыганский хор тут у вас, понимаете? Опаньки. И из любовницы превратились кого? В гусеницу-наездницу, понимаете? Больше ничего никуда не спрятали. Мне это все свое. Я готовилась. Все готовились. Ну давайте что-нибудь, давайте показывать. Давайте басню. Басня. Какая? Иван Андреевич. Иван Андреевич, кто? Крылов. Читайте. Воронье. Стоп. Хватит. Я дальше помню. Все помнят. Я в ученике стояла. Да все учили. Все, все, все. Все, все, все. Успокоилась. Что еще делаем? Что еще готовили? Стихи. Стихи. Чьи? А с Пушкиным. Стоп. Хватит. Я готовилась. Все готовились. Пушкин, а с вы фигня. Все, дальше что? Я в ученике стояла. Что? Я в ученике стояла. Все там у меня стоят в очереди. Я не спала. Все не спали. Песня есть? Есть. Какая? Выбери меня, выбери меня, и со счастьем завтра с ней поднять. Зря спросил. Танцы? Танцы народов мира. Сколько по протяженности? Полтора часа. Давайте хоть начнем. С какой вам нравится станет? Берег слоновой кости. Показывай. И раз. А два сужения надо. Все понятно. В общем, я его на вас посмотрю. Я-то танцую. Не надо, все уже понятно. Я в кружок ходила. Все ходили. Хоть мне, хоть в квадратик. Все, все. Дайте мне шанс. Да нет, у меня что-то для вас. Дайте мне роль. Да, милая ты моя. Дайте мне всего одну фразу. Я порвусь. Я порвусь. Я его разорву. 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 Как Басков Большой театр. Как Волочкова Больер. Как Гарри Поттер и Тиму Раску. Ну, это мне нравится. Знаете, такой накал, порыв в этом. Ну, спокойно, успокойно. Хорошо, Пузикова, молодец. Я даю вам роль. Ну, что, давайте попробуем. Пожалуйста, читайте. Читайте-ка побыстрее. Кушать подано. Очень хорошо. Дальше. Все. Читаем дальше. Кушать подано. Дальше, дальше читаем. Дальше. Дальше ничего нет. Понимаете? Кушать подано все. Руками мне не надо расплескивать. Дальше читаем. Кушать подано. Извините, но здесь больше ничего нет. А многоточие. Кушать подано и многоточие. Автор вкладывал многоточие в сусуль. Понимаете? Кушать подано это легко. А многоточие. Это же сквозной смысл. Понимаете? Это двойственное изобретение. Играем кушать подано. Кушать подано. Ну, а что у вас, где у вас поднос? Поднос где? В магазине. Вот именно, и что вы мне преподносите? Что преподносите? Я должна вам поверить? Ну, давайте, где, что? А почему рука трясётся? Я волнуюсь, уже летут у меня, жилье. Ещё скажите, холодец, поспокойней, поспокойней. Сколько лет вам? Двадцать. Ну, кому это интересно, вы несёте поднос, вам двадцать лет. Вот если бы вам было восемьдесят два года, понимаете, вот это уже сыграть надо. Восемьдесят два, вы дряхлая, кое-как поднос несёте, ну давайте несите, вы дряхлая. И кое-как поднос несёте, а на поднос, он на что стоит? Холодец. Ой, это уже лучше. Вы в детстве падали? В детстве падали? Я говорю, в детстве падала, нет? Падала. Два раза с дерева, два раза с катушек. Кому это интересно, ты падал с кровати, кровать стояла на двенадцатом этаже, понимаешь? И ты с этого двенадцатого этажа упала, и когда ты падала немножко, ты свихнула мизинец правой руки. Вот. А правая и левая рука у тебя чуть-чуть стала выбита, образовался горбик. На одну ногу ты костреляла, тебе уже не семьдесят, а восемьдесят два года. Глазья косяк, ты заикаешься и несёшь поднос. Хорошо. На меня иди, сюда иди. Кусать. Кузикова. Стоп. Не верю, Коко. Не верю. Не верю всё. Кусать подано. Да не верю. Кусать подано. Да не хочу есть. Есть. Не хочу. Есть. Не хочу. Я после падения, извините, после таких травм, с трудом к вам добралась. Кусайте, я сказала. Я сказал, нет. А придётся. Но вы знаете, в этом что-то есть. Я думаю, что я возьму вас на курс. Считайте, что вы поступили. Верите? Да, верю. А я вам нет. Что? А я вам не верю. Да, милая моя. Да у меня таких, как ты, в коридоре 600 человек в минуту проходит. Я три дня в коридоре стою, кроме меня никого нет. Станиславский, Голбанный. Кузикова. Кузикова. Не верю. Хорошая, хорошая. Коленька. Колёк. Кол. Кол, дорог. Я не могу. Отстань. Есть. Прошло уже целых три дня. С тех пор, как мы расстались, я, конечно, обещала ждать тебя из армии. Но не думала, что это будет так долго. Я не могу. Отстань, Кузикова. Есть. От скуки позавчера пошла на танцы. Но не дошла. Так как встретила твоего лучшего друга Рудольфа. Всю ночь мы с ним вспоминали о тебе. Так что утомлённые, но счастливые, уснули с ним только под утро. Всю ночь мне снился ты, мой единственный... Нет. В прошлом письме, Коля, ты написал, что тебе дали два наряда вне очереди. Я рада, что вас там наряжают. И теперь тебя ждут очки. Коленька, что случилось с твоим зрением? До армии ты прекрасно видел. Вот и Рудольф волнуется. Он вчера, как обычно, навещал меня, чтобы поболтать о тебе. Проболтали мы с ним всю ночь. Рудольф мой лучший друг, понимаете? Так что утомлённые, но счастливые, уснули мы только под утро. Мы с Рудольфом долго думали, что подарить тебе к Новому году. И написали тебе вот эти стихи. Пока связист мотал катушку, танкист любил его подружку. Хорошо. Есть продолжение. Связист катушку домотает, танкисту дуло обломает. Мы с Рудольфом читали эти стихи всю ночь. Не уставшие, но и счастливые. Уснули только под вечер. Всю ночь во сне мы видели тебя. Ведь я тебя ждала, жду. И буду ждать, когда ты приедешь на нашу свадьбу свидетелем. Рудольф тебе в часть письмо написал. Попросил у Деда Мороза, чтобы он подарил тебе много-много нарядов мне очереди. И чтоб для тебя передали твою любимую строевую песню. Целую, твоя Зина. Потрансуя. ПОЮТ 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 Lazarus ПОЮТ ПОЮТ Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ага, шанс. Тут шо, библиотека, что ли? И считатель. Вы такая, знаете, своеобразная. Ладно, скажите, смог бы я что-нибудь у вас перекусить? Ну так перекуси салфеткой, беги отсюда. А вы, шутница. А что сразу за десерт хватаем, а? Вот а что? Скажите, пожалуйста, что у вас здесь холодненького? Да у нас много чего холодненького есть. Супчик холодненький, котлетки, картошка холодная. Что холодное? Ну ладно, а горячее что? Горячая газ вода, лимонад, пиво. Ну, можно мне кофе, скажите? Куда я знаю, можно тебе кофе или нельзя? Я шо, доктор что ли? Ну, в конце концов, ну, огласите весь список. Что у вас есть? Что у вас есть поесть? Я вот намекаю, стою, намекаю. Говорю, может вам меню посчитать или сами уйдете? Нет, вы знаете, сам я не уйду, раз пришел. Никого нет, понимаешь? Шо, мы вам поможем. Наши-то спортного у нас, коктейльчики сегодня хорошие. Уноси готовенького. Вперед ногами. Хорошая штука проверяли, вы знаете. Шанядин не ушел. И давай помоешься, тоже. Три недели больничного гарантируем. Вот, вот, из рыбного. Крабовые палочки нерезанные. Хватит, все. Метр двадцать на два сорок. Самовывоз из подвала. Ладно, скажите мне. Нет, есть спецпродолжение от шеф-повара. Русалочка в собственном соку. А поподробнее вот с этого места? Русалочка. Светлана Степановна. С сорок седьмого года на рождение. Поред ноги. Ага. Знаете, Светлана Степановна, я вот между нами так откровенный. Я люблю свежие продукты вообще. Вот. И поэтому я хотел бы... Ишь ты какой балованный. Всем нравится, а ему нет. Ишь ты какой балованный. Поймите, мы боксилисты, мы любим все свежее. Ну и сливай отсюда. Я тебе давно напоминаю. Куда пошел-то, Рупыга? А платить кто будет? Я не понял. А что тут непонятного? А за что платить? За то, что живым уходишь. Вы знаете, вот за это, пожалуй, можно дать денежку. Небольшую, правда, ну дать, возьмите. Спасибо. А на чай? Я убью эту бабу сейчас. Возьму и убью эту бабу. Я тебе сказал вообще. Я сказал. Севастен Степанович, клиент платить отказывается. Да-да-да, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Даром Медонтович. Здравствуйте, я слышу, я слышу. Здравствуйте. Вы у нас кто? Я это, ЕГЭ пришел завать по пению. Что-то я вас не помню. Я Крутько, Крутько. А, Крутько. Мы вчера с вашим папой, с нашим трудовиком обсуждали ваш сегодняшний экзамен за рюмочкой чая, за чашечкой. Ну, в общем, за двумя литрами самовара обсудили все как могли. Значит, с чем могу, помогу, присаживайтесь. Хотя я, конечно, вы знаете, я абсолютно у вас не уверен.